Буква N навсегда свою решетку, чтобы отличать ее от Rn. Есть двойственная решетка, обозначенная буквой M, обозначение. Я понял, что это вот такой оптимальный способ говорить по-русски, писать Значит Rn это всегда будет у меня вот этот вот Rn, то есть двойственный N, то есть это M. Еще у меня будет такой Tor, мой Tor, N-мерный Tor, это значит вот этот вот Rn по модулю вот этой решетки M. Ну я тут два пена решу. Значит, что у нас было? Мы начали с гиперповерхности, гиперповерхность она задается своими маномами, более-менее с точностью до всяких гомеоморфизмов и так дальше. Как я уже объяснил, мы не хотим изучать некие комплексные структуры, хотим изучать такие вещи, которые, ну как бы варианты в семействах. Если мы будем менять параметр, там симпатическую геометрию, топологию и все такое. Значит, у нас было такое подмножество, конечное подмножество Vn, это наши маномы. И тогда мы определяли нашу гиперповерхность уравнением в C со звездочкой. А, да, кстати, тут же наши со звездочкой. Это у нас, значит, в степени N, это вот этот вот, это M. Значит, F это у нас какая-то, значит, там многочленного рана. И, значит, основное утверждение, которое я пытался донести в прошлый раз, это как выглядит амеба от этой штуки. Значит, амеба это отображение, образ отображения, значит, логарифма C со звездочки в степени N в Rn. Значит, это Z отображается в логарифме Z, ну такой мульти, мульти Z. И, значит, хотим изучать амеба F, значит, это образ этого логарифма от нашего афинной гиперповерхности. И основное утверждение, которое, значит, пытался сказать, что амеба сложная сама по себе. У нее есть там хвосты, есть какие-то дырки в середине. Вот, дырки сложные могут быть, мы ничего про них толком не знаем. Асимметрически, если вот смотреть на эту мему издалека-издалека, совсем издалека, там, вот с другой планеты, что мы увидим, на самом деле это называется асимметрический конус, асимметрический веер, извиняюсь. Он очень просто выглядит. Это надо взять многогранник ньютона этой штуки. То есть, вот, как бы, многогранник ньютона взять, значит, который обозначаем Q, и посмотреть к нему нормальный веер. То есть асимметрический веер – это такой нормальный веер. Ну, я бы так-то даже правильно сказать, n-1 скелет этого нормального веера. То есть если, ну, там, пример самый простой, который мы рассмотрели – это штаны. Значит, у него, соответственно, на грани к ньютона – это треугольник с тремя вершинами. Значит, к нему асимметрический веер выглядит вот так вот. Сама амеба, она немножко, как бы, толще, она вокруг этой штуки живет. Но чем дальше мы, как бы, от нее отходим, тем тоньше и тоньше она становится. То есть асимметрический веер – это, как бы, такая штука, надо взять амебу и поделить ее на какое-то большое число, там, ε. Ну, ε – маленькое, давайте умножим на маленькое. Значит, отсюда прямое следствие было, как бы, это начало всей этой тропической геометрии. Значит, это, если у нас теперь семейство есть гиперповерхностей, асимметрический веер, там, c, а. Какая-то функция, значит, есть функция на точках нашего множества, целое число, чтобы она была алгебрическая, z в степени a. Значит, мы теперь хотим рассмотреть такую штуку, хотим рассмотреть амебу f. Надо ее, как бы, сжать правильным образом. И правильный образ – это, значит, будет, надо взять алгоритм t, стремить f в 0 и взять такой предел в смысле Хаусдорфа. Вот эта штука, она, значит, выглядит следующим образом. Обозначим ее x. Это, значит, называется тропическая гиперповерхность, соответствующая семейству. Название. Значит, и выглядит она так. Это уже следствие этого наблюдения про синтактический веер, что это надо взять место точек, где следующая кусочнолинейная функция нелинейная. Такой вот кусочнолинейной выпуклой функции. Надо взять такую функцию, ну, как ее подносить, давайте большой буквой, плохая буквой. Можно никак не обозначать. Максимум надо взять по всем точкам A. Кроме этого, давайте другой какой-нибудь пример нарисуем еще, чтобы совсем уже было понятно. Вот у меня пример. На сегодня будет такая штука. Значит, мы берем такой пример. Значит, это будет точка 0.0, это точка 1.0, это точка 0.1, и это точка 2.3. Значит, надо выбрать функцию. Это, значит, равно 0 здесь, равно 0 здесь, 0 в этой точке, а здесь какое-нибудь хорошее число. Ну, 4 вот хорошее число. Значит, попытаемся нарисовать, как выглядит вот тропический предел таких гипер... ну, такие кривые в церковь звездочкой в квадрате. Ну, вот надо нарисовать эту функцию. Значит, давайте, как выглядит эта функция. Все-таки надо, наверное, ей имя дать. Достойная функция. Достойная функция. f, ну, такое тропическое. Ну, это что такое? Значит, f тропическое. Это максимум... ну, что, вот 0, 0, это значит, у нас 0. Здесь, значит, будет этот... ну, обозначим его x. Первая координата будет x, вторая будет y. Значит, это x минус 0, то есть это x просто. Значит, здесь эта штука дает нам y. И последняя дает нам 2x плюс 3y минус 4. Три... четыре афийных функции. Максимум афийных функций — это выпуклая функция кусочнолинейная. Выглядит она так. Значит, у нее есть вершина такая в нуле, где встречаются три вот такие линейных функции. Потом дальше есть такая диагональка, где, значит, то есть функция выглядит так. Здесь она нулю равна. Это, значит, самое большое здесь. Здесь она равна x, здесь она равна y. И еще, значит, у нее будет кусок, где максимальное значение достигается четвертой. Четвертой, значит, самолинейной функцией. Здесь она будет равна 2x минус 3y минус 4. Эта точка будет, по-моему, 2x2, если я не ошибаюсь. Посчитай. Вот эта штука, она и есть, собственно, вот наша тропическая гиперповерхность. Я вот эту штуку нарисую более жирная, так как бы две на самом деле. Это, на самом деле, здесь вес 2. Что такое вес? Вес – это как сильно гнется, то есть вот эта штука, когда мы переходим через грань нашей тропической гиперповерхности, у нас меняется она наша линейная функция, и по модулю вот этой грани, максимальной грани, можно понять, как сильно меняется у нее наклон. То есть, когда вот это изменение наклона – это, собственно, вот этот вес, про который я пытался. Ну, значит, вот эта функция, значит, мы берем вот две вот эти функции, да, они совпадают здесь. Да, две выпуклые функции. Значит, мы по модулю этой штуки берем и вычитаем, грубо говоря, какую-то, и потом, значит, смотрим просто, как у нее, как сильно меняется наклон. Наклон меняется. Изменения. Ну, хорошо, давайте так я скажу точно. Вот берем какое-нибудь направление, которое целочислено трансверсально этому, и берем, ограничиваем функцию на это направление. Эта функция становится от одного переменного. У нее наклоны целочисленные по разные стороны. Мы берем разницу этих наклонов. Здесь у нее наклон 0, здесь у нее наклон 101. Здесь тоже, если взять какое-то такое интегральное, то есть вот такое плохое, потому что оно не целочислено трансверсальное. Надо взять вот такое, например. Тогда тоже можно из этой функции было x, она на самом деле нулевая, если мы ее вот так вот, ну, то есть как бы горизонтально. А эта функция y, она тоже меняет наклон на единичку. А здесь она меняет наклон на двойку. И это соответствует тому, что если мы рассмотрим как бы длину... А, значит, вот наблюдение очень важное такое, что есть такая двойственность между гранями нашей триангуляции. Да, я забыл, наверное, сказать. Это очень важная вещь, вот Илья вчера как-то сказал ее вскользь. На самом деле, эта функция определяет триангуляцию. Значит... Человечисленно мы хотим, чтобы... Нет такого понятия ортогональность. Мы хотим, чтобы как бы сама решетка в этом направлении и вот как бы примитивный вектор этого ребра образовали полную решетку. То есть, если взять его вот так вот, то они будут как бы... Это будет под решеткой индекса 2. Мы не хотим такого. Так, что хотел сказать тебе? Понятно, нет? Кажется, что оно зависит от вектора. Если оно целочисленно трансверсально, не зависит. То есть, если вот этот вектор выбран так, что... Вот здесь какой-то там у нас базисный вектор, если эти два вектора образуют базис в решетке, то это неважно какой-то вектор взять, такой или такой. Потому что он меняется на длину вектора... Как бы любой вот этот вектор, он меняется... Он определен с точностью до вектора вдоль грани. А вдоль грани они... Две эти функции, они одинаковые. Поэтому ничего не меняется. А, закончил предложение. Значит, это defined определяет триангуляцию. Ну, правильно это вот как бы смотреть таким образом. Надо взять... Это называется apograph. How of apograph. Тут мне трудно нарисовать, но... Представьте себе, что мы как бы рисуем график этой функции. Это будут такие... Четыре луча из этой точки в плюс бесконечность. Это как бы начинается с... Эти все с нуля до плюс бесконечности, а это с четырех до плюс бесконечности. И понятно, как бы она будет... Если смотреть сверху на нее, то она будет гнуться вот так вот. Значит, наблюдение такое очень важное. Три... 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 Да. Общее, общее, общее я хочу. Общее. 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 Значит, наблюдение такое, что... Наблюдение... Ноут. Это, поскольку преобразование... Преобразование жандра между буквой функцией. Буквой функцией. Буквой функцией. Там соответственно такая двойственность. Двойственность такая, что есть двойственность между симплексами и формацией, треангуляции и грани вот этого нашего икса. Давайте так даже написано, не вершины, грани, вершины соответственно, если убрать отсюда нон, просто вершины соответствуют, как бы наоборот областям, где ничего нет. То есть вот у нас тут как раз, давайте посмотрим на картинку, просто вот эта вершина соответствует, раскрасим ее в какой-нибудь цвет красный, еще надо, наверное, синий. Эта вершина красная, соответственно, вот это и есть соответствующая пустая клетка нашего разбиения. Значит, какую-нибудь другую вершину возьмем, например, синяя, синяя соответствует, соответственно, вот этому синему. Так. Теперь я хочу сказать несколько слов про компактификацию этих всех амеб, потому что это тоже очень полезное полезное орудие общения с этими амебами. Значит, ну, давайте я начну с простого примера опять. Вот это наши штаны. Z1, Z2 равно нулю. Значит, как настоящая, это как бы прямая без трех точек, то есть как комплексная, как риммановая поверхность, она выглядит вот так вот. Я сразу нарисую в форме амебис, в такой амебной форме. Значит, как выглядит, значит, мы хотим ее закомпактифицировать. На самом деле, как бы можно ее закомпактифицировать в P2 путем, как бы, добавления дисков, таким, это сам шапочек, как бы, самыми точками. Это мы не хотим. Мы хотим, что называется, вещественный blow-up сделать. То есть мы эти точки, как бы, компактифицируем правильно, эту штуку в, ты-ка, клоу, и так. Значит, в таком, значит, берем наш многогранник Ньютона, умножаем его на тор, наш онмерный тор. Значит, у нас было, значит, для этого нужно отображение получить из C со звездочкой в степени Н туда. Отображение устроено так обычно пишут, называется отображение моментов. Значит, оно устроено так. Это надо брать взвешенную сумму всех маномов, то есть A на, там, степень A, и ее, значит, нормировать. Значит, утверждение, что образ от этого алгебрического тора будет внутренностью Q. А, значит, надо, а теперь в T. А в T мы берем просто аргумент Z. Значит, образ вот этого алгебрического тора, это будет внутренностью многогранника, умноженную на тор. А теперь мы его там берем, там, замыкание. То есть что это дает? То есть это нам дает, на самом деле, мы компактифицируем здесь не точками, а компактифицируем окружности. И теперь мы можем сформулировать, так сказать, более, наверное, четко теорему, которую я там скомканно сказал в прошлый раз, в конце. Разложение на штаны. А, на самом деле, до этого я еще хочу сказать следующее утверждение. Значит, как выглядит наша компактификация, когда мы ограничиваем ее на грань? Если у нас есть грань нашего многогранника, как выглядит компактификация там? Ну, это на самом деле... неправильно сказал даже. Х, наверное, так и правильно сказал. Если есть грань, значит, надо нам взять, ограничить нашу многочленную на эту грань, то есть обозначим его как-то fp. То есть fp это только тема мономы, то есть это сумма а, которая находится в этой гране p. Взять, значит, ее и помножить на соответствующий тор, который как бы перпендикулярный вот этой грани. Значит, еще раз, тут как бы все очень... я тут потратил какое-то время на m, n. Значит, эта штука лежит как бы в n части, а тор лежит как бы в двойственном пространстве, поэтому как бы тут перпендикулярность, она вполне естественная. То есть я хочу сказать следующее, что если мы берем нашу x, ограничиваем ее как бы на прообраз, ну, давай так напишем p, умножить на tn, то это не что иное, как, просто берем наше x в смысле вот от fp, и умножаем его на тор, который, значит, у него размерность, это коразмерность нашей грани, то есть коразмерность p, и что это за такой тор, значит, тор это такой тор, который перпендикулярен к грани, то есть p двойственную я напишу. Тогда мы можем сформулировать теорему Михалкина. У нас есть такое разложение, значит, теорема, что вот у нас есть, берем нашу x. Но x плохой объект, потому что, я говорю, его надо компактифицировать. Мы его компактифицируем в своем многограннике Ньютона, и тогда он раскладывается таким хорошим способом на кусочки. Эти кусочки, это как раз вот будут, ну, наверное, я еще такое больше скажу, вот здесь вот f. Если у нас есть какой-то симплекс σ, это то же самое, только надо, значит, взять свой, брать только вершины из σ. Значит, надо взять f σ, помножить на тор, который перпендикулярен σ, и значит, это вот такое объединение, но оно очень хорошее объединение, такое пункториальное в каком-то смысле. То есть, что значит пункториальное? Это кусочки, они на самом деле, если у нас есть τ, который грань σ, то в x f τ, помноженное на тор, который перпендикулярен σ, он каноническим образом как бы является… f σ, это многочлен, который получается… А, ну я еще там, у меня какие-то там t были еще, да? Я забыл про них совсем. t там, это… Значит, я беру свой многочлен вот этот вот, и все из него выкинул, кроме маномов, которые являются вершинами в симплексе σ. Такой, как бы, упрощенный, очень обрезанный, что ли, обрезанная гиперповерхность. Так, что я начал говорить-то? А, что она вот каноническим образом как бы туда вкладывается. Поэтому тут все такое, как бы, функториальное, вот в этом смысле. Ну, может, я скажу пару слов, доказательство, на самом деле, очевидное. Ну, то есть, у Михалкина там как бы больше результатов, что там какие-то вложения, оно не абы какое. То есть, в смысле, этот… Так, что я хотел сказать-то? Это, значит, не просто равно, это как бы достаточно равно слабо, а именно это гомеоморфизм как топологических пространств. У Михалкина там больше результатов, что это не просто какой-то абы какой гомеоморфизм, там, значит, есть еще какое-то расслоение. Тогда еще было модно вот это строминджа ял заслал, такая штука, там расслоение на тары существует. И как бы вот это такая… В каком-то смысле это сохраняет вот это вот самое разложение, ну, вот это вот металлическое расслоение. Нам это все не надо, пока, по крайней мере. Я нарисую рисунок, картинку, которая все объяснит сразу, почему это происходит. Для этого надо как раз вот лучше всего использовать компактифицированную версию. мы рассмотрим такую штуку, мы отображением, как бы такое увеличенное отображение моментов рассмотрим, то есть мы рассмотрим отображение с c со звездочкой n плюс 1, где у нас дополнительная координата t будет здесь, то есть у нас будут z и еще и t вдобавок. Вот, v, соответственно, vr плюс n плюс 1. Ну, точно так же оно встроено, то есть это t, это, значит, берем сумму, значит, у нас a. У нас теперь мы еще смотрим на значение этой функции, то есть это у нас теперь точка, как бы, n плюс 1, n плюс z. То есть это элемент n плюс z, который тут лежит. Теперь мы берем значение нашего, там, c, a, z, a, t, a, и нормируем на просто без весов. Картинка выглядит так вот. То есть теперь надо смотреть на границ этой всей гиперповерхности, как одного многочлена, а только от одного переменного больше. И картинка выглядит так. То есть тут какие-то есть, значит, точки, которые, там, a , это от a, то есть вот это у нас, как бы, координата, это n, а это у нас вот дополнительная координата, которая, там, где мы смотрим на степени t. И тут еще какие-то точки, значит, есть, которые, видим, роли не играют никакой при больших t. Ну и там, значит, у нас есть такой вот штука. Но что нам важно, когда t становится маленьким, да, тогда, если просто вот взять, вот посмотреть, вот что происходит, когда t становится маленьким. Давайте t зафиксируем какой-нибудь epsilon. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть вот, отображение такой вот гиперповерхности, вот здесь будет выглядеть, ну, как какая-то такая вот штука, очень близкая к нижней части нашего многогранника. Ну и, соответственно, что происходит? Когда t совсем стремится в ноль, ну, оно как бы совсем тогда вот, как бы совсем становится похожим на эту штуку. И реально нам совершенно неважно, если мы хотим понять, как здесь вот эта штука сама выглядит наша. Это просто надо ограничить нашу гиперповерхность, ну вот, на эту грань, и все. И что еще хорошо, что когда у нас тетрагуляция, на самом деле это ограничение очень хорошо выглядит в данном случае, как я объяснил, для штанов амеба, замкнутая амеба вот в этом, в треугольнике, она очень как бы простая. Это просто оболочка, это многогранник во-первых. То есть я пытаюсь мне нарисовать тут как-то. Ну давайте я вот просто вид снизу вот нарисую. Выглядит это снизу так примерно, то есть это вот многогранник. Вот я беру пример Ильи, допустим, вчерашний. Он разбит на какие-то треугольнички. То есть что мы наблюдаем, в самом деле в каждом треугольничке мы наблюдаем, значит, образ будет вот такой вот. Это вот такая как бы, надо взять точки на ребрах и их так соединить. Тогда понятно, откуда берется это разбиение. То есть как раз вот каждая штука вот такая, она соответствует соответственной, значит, вот этому сигме. Если нарисовать картинку для амебы, ну в данном случае, да, амеба будет выглядеть у нас как-то с таким разбиением. Это значит вот тропическая коника. Амеба, она как-то вокруг нее тут самое живет. И что это за такое, за саморазбиение на штаны называемые? Вот, значит, мы берем вот этот кусок. Вот это как бы один кусок. Это вот, значит, тут другой кусок. Это третий кусок. И это четвертый кусок. Ну, есть еще такие как бы, как они склеиваются. Это как раз вот очень сильно, то есть склеиваются не очень таким правильным образом, потому что именно из-за такой вот функториальности действия. Штаны именно вот в штаны вставляются. То есть штанина в штанину. Что там хитрого нет? Ну, на самом деле, это обманул, конечно, то есть там есть какая-то хитрость, а именно как бы она немножко так с двигом вставляется, но это как топологическое пространство, это вроде как нам не важно. Вот, это все, что я хоть говорил в прошлый раз. Ну, так более-менее. Теперь мы начнем с вопросами. Ну, я, наверное, может, еще одно замечание. Не буду делать замечание. Хотелось бы, значит, хорошее направление для деятельности, если кому интересно, могу рассказать. Значит, это все дело, значит, нужно обобщить, конечно же, для более общих многообразий. Наверное, это возможно, но там есть несколько технических сложностей, я могу пару слов сказать. Значит, хотим обобщить. Ну, давайте так напишем. Квазипроект... Квазипроективных. Гладких. Ну, тоже непонятно. Можно как-то и для негладких тоже обобщать. То есть, направлений для обобщения много. Я скажу, как бы, основные, мне кажется, сложности в этом направлении. Почему... Почему еще давно ничего уже не... Почему еще никто ничего не сделал здесь? Вот такого... Понятного и простого, как для гиперповерхности. Ну, первая проблема, наверное, даже нулевая... Ну, давайте начнем. Первая. Это что-то, как выглядит... Значит, для гиперповерхности тропический предел... Вообще, любая гиперповерхность... Можно придумать такое хорошее семейство, где у него тропический предел вот более-менее... Выглядит как вот... Ну, то есть, это вот, грубо говоря, гиперповерхность тропическая, гиперповерхность двойственная какой-то тренгуляции. Тренгуляция не обязательно унимодулярная. Кстати, к слову сказать, наблюдением Михалкина, значит, оно для унимодулярных разбиений, но утверждение, оно вообще общее. То есть, это как бы вообще называется даже не Михалкин, а это, скорее, веро-пэтч-воркинг. Вот это наблюдение. Очень хорошо, оно в этой книжке как раз вот написано, которую я всем рекомендовал, Гюгельфан Капаранов-Делевинский. Просто, когда у нас треугольники унимодулярные, вот эти кусочки, которые тут получились, это просто такие штаны. То есть, это совсем простые объекты. И про них очень можно... ну, как бы их очень просто изучать. Если у нас треугольники не унимодулярные, я вот это пытался объяснить в прошлый раз, это тоже ничего страшного, потому что это просто абелевые накрытия этих штанов, про них тоже более-менее все понятно. То есть, в гиперповерхностях это более-менее вот общий случай. Унимодулярные треугольники... Вообще, слово унимодулярные всем понятно. Это, как бы, объем этого симплекса равен одному. Ну, нормированный, там, единицы на n факториал. Унимодулярных треугольников на самом деле нет. Ну, то есть, их очень мало. То есть, если вы берете... Ну, в размерности 2 их много, то есть, скажем так, они все практически. То есть, можно любой многоугольник, типа, разбить на унимодулярные треугольники. В размерности 3 это уже неправда. То есть, есть уже, как бы, даже можно брать симплекс, который не унимодулярный, но его уже никак уже больше... Нет вообще, как бы, внутренних точек целочисленных. То есть, его уже никак не разбить. Вообще, у унимодулярных, как бы, многоугольников, которые, многогранников, допускающих унимодулярные треугольники, их мало. Поэтому, это, как бы, существенное ограничение, что треугольники унимодулярные. Это, значит, эквивалентно, я в прошлый раз сказал, что это, значит, что наш тропический предел гладкий. В этом случае. То есть, если мы хотим сказать, что наш тропический предел гладкий, это достаточно существенное ограничение. Проблема следующая. Вообще, понять, как вообще выглядит тропический, как могут выглядеть такие общие тропические пределы. Как это? Сказал, для гиперповерхности это всё, что тут написано. А тут надо, вот, как-то самый вопрос, я не знаю, не изучался, мне кажется. Значит, дальше, как разбить его на куски. То есть, здесь что мы делали? Мы взяли вот наш этот тропическую нашу гиперповерхность. Ну и разбили её на кусочки таким образом просто. Взяли какие-то... У неё есть и естественная полиэдральная структура. Это как бы ещё один плюс. Мы просто берём, вот она, вот полиэдральная структура. И кусочки как бы выглядят, вот берём вершину, и, значит, вокруг неё, не знаю, там, барисцентрическую звезду, допустим. Всё. Это вот нам как бы даёт самое разбиение на кусочки. Проблема с, как бы, скоросмерностями больше, чем один. Там не очень понятно, что, как бы, эта тропическая... Полиэдральная структура, она... Их может быть много разных, и непонятно, какая там лучше, чем другая. Следующая проблема, наверное... Что такое вот эти штаны, да? То есть здесь понятно, что за кусочки. То есть это вот каждый вот этот F-сигма, да? Это там, грубо говоря, линейная функция. То есть это Z, степень А, там... Или А – это вершины симплексы. Но обобщение, наверное, такое правильное, что это... Значит, что такое штаны, да? Это дополнение N плюс одной гиперповерхности в C со звёздочкой в степени N в общем положении. Ну, здесь, значит, как бы, куски, они, соответственно... Ну, гипотетично должны быть... То есть штаны... Они должны, как бы, перейти, наверное, в какие-то дополнения... Это... Дополнение гиперплоскостей. Ну, соответственно, следующий вопрос сразу – как их склеивать? Разные кусочки. И главный вопрос, который... Это всё, мне кажется, технические вещи, они все более-менее саморешаются. Но вот вопрос, который меня интересует конкретно и вообще, как бы, тема этих лекций – это фазовое тропическое многообразие. Сейчас я к ним перейду, но вот я скажу... Когда у нас штаны... То понятно, что надо делать. Грубо говоря, понятно, что такое... Как сделать из него фазовое тропическое многообразие. Тут совершенно непонятно, какой нужно выбор сделать... Значит... Хорошо, значит... Пятое – потом. Увидим, значит... Фазовое тропическое многообразие. Я вот сейчас объясню, что это такое, и сразу будет понятно, что это непонятно. Ну, вот умение направления работы, если кому интересно вот чем-то заняться в тропическом направлении, это очень, как бы, такой плодотворный, мне кажется, деятельность может быть. Так, ну давайте перейдем к фазовым тропическим многообразиям. Следующая тема. Ну давайте я посоку вот на гиперповерхности. Сначала мне нужно определить такое слово «куамёба». Значит, если у нас есть, опять же, многочлен, F, A, дом многочленов, у нас есть такое отображение аргумента. И сейчас со звездочкой N на штор. То есть просто раньше у нас было отображение логарифма, а теперь про логарифм нам не важно, про абсолютное значение, мы смотрим только на фазу. А это значит, что означает слово «фазы», откуда берется. Существует несколько, кстати, других слов, обозначающих то же самое. Она называется «Комплекс Tropical Hypersophices». Может быть, я сразу же скажу, что почитать, если кому интересна тема. Ну, собственно, возникло это всё вот в этой статье Михалкина. Ну, так, по крайней мере, видимо, в таком виде определений, по крайней мере, называется, что там «Pair of Pens Decomposition». Ну, какие там начала двухтысячных, 0.1, 0.2. Есть ещё обзор Vero. Ну, немножко другая точка зрения на эту штуку, но объект тот же самый. Vero, он называется… Я даже записал, по-моему, как называется… Basic Concepts… Concepts… Трофикал Джо. Так. Значит, что это такое? Вот есть отображение аргумента, и теперь мы, значит, делаем такую штуку. Мы… Вот я скажу, как это определяется, вот, там, Михалкина, а потом дам альтернативное определение, которое, в общем, более-менее понятно, что эквивалентно. Значит, мы рассматриваем аргументы, мы рассматриваем… У нас есть два отображения – log и аргумент. Ну, теперь мы берём не отображение логарифма, как мы… А мы его делим вот на… Как сказать… На логарифм… На минус логарифм t. Потом… Как это правильно сказать? По модуль… По… 1… На t, да? То есть это логарифм с базой единицы на t. И теперь мы берём их произведение. Значит, у нас вот и произведение этих отображений, значит, это из C со звёздочкой в степени n в rn умножить на tor, который более-менее то же самое. И смотрим, что, значит, в этом пределе у нас… А, берём предел… Значит… Т. 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 определение. Ну, логарифм помножить на аргумент. Теперь берем, значит, образ нашего X-атом и берем его предел по Хаусдорфу. Вот этот вопросительный знак, значит, у нас в тропическом многообразии бы означалось X, а теперь давайте букву P сюда добавлять, типа фазовая тропическая. Значит, ну, Хаусдорф пределы это вообще кошмарная вещь, может быть, ничего не понятно, про него вообще ничего нельзя сказать заранее. Но если подумать чуть-чуть, то понятно, при таком разложении на штаны особенно, если иметь в виду, то понятно, что это, как это можно по-другому его записать. Для этого, значит, вот существует понятие Куамёбы. Я сейчас укажу, что это такое. Значит, у нас есть, опять же, многочлен. Мы берем, опять же, значит, определяет какой-то у нас гиперповерхность, и мы берем образ от нашей гиперповерхности. Это вот, а, ну тут правильно брать, на самом деле, замкнутый полуарс. Это вот наше определение, это вот Куамёба. Определение такое, что вот это такое, вот это P, 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 H, P, X, в смысле, это такое объединение. Значит, у нас объединение по всем симплексам нашей триангуляции. Мы берем здесь, мы берем грань соответствующую, как бы двойственную, помните, да, у нас есть такое объекция между симплексами и гранями нашей этой штуки, и умножаем его на Куамёбу F7. Ну, вот давайте начнем с примера. А, ну, до примера, вот сразу же понятно, что эту штуку можно как бы разбить тоже на штаны такими, потому что тропическая гиперповерхность, она таким естественным образом как-то разбивается на штаны. Так, 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 так. Значит, слой у нас зависит только от страты, то есть слой над конкретным грани тропической гиперповерхности, он одинаковый везде, то есть здесь, здесь, здесь одинаковый, здесь он тоже одинаковый, ну, вершина тоже одинаковый, и поэтому, понятно, можно как бы вот так вот его сама разбить, и они очень... Эти уже клеятся вообще прекрасно, то есть они просто совпадают в местах склейки, потому что слой здесь точно такой же, как слой здесь. То есть тут даже вообще думать не надо ничего, как клеить, они клеятся автоматически. То есть существует... Давай так напишем, Face Pair of Pants Decomposition. Пример. Ну вот, начнем с моего, который я уже пропагандировал. Такой, значит, у нас... А, что для этого нужно? А, ну помните, да, для этого нужно... Что нужно, чтобы создать такой объект? Значит, нужно... Множеством мономов. Мономов. Input. Значит, нужно, значит, нашим А, нужна функция эта, которая на самом деле не нужна, от нее нужна только триангуляция. Нужен, значит, набор коэффициентов, то есть С, как бы это функция из А в С, коэффициенты. И все, больше ничего не нужно. Значит, у нас... Мы хотим немножко упростить картинку. Мы подразумеваем, что вот эта триангуляция, она содержит А как свои вершины. То есть вершины триангуляции... Это... Это весь... Это множество А. То есть если есть какие-то вершины, которые лишние, мы их просто выкинем. Они нам не нужны. Значит, вот такой... Рассмотрим пример. Здесь у нас было 0, 0, 1, 0, 0, 1, 2, 3. Тропическую кривую мы уже нарисовали тут. Давайте теперь посадим свои над точками здесь. Начнем с чего-нибудь простого. Вот возьмем вот эту грань, как бы... Пускай она будет синяя. Значит, она соответствует этому симплексу сигма. И что нам нужно? Нам нужно взять теперь... Значит, мы для упрощения... Значит, я сказал, что первое, что осиум, значит, две вещи свертываются. И все эти штуки возьмем равные единицы. Топологически это один и тот же. А, в чем вообще смысл этой идеи? Мы хотим заменить теперь нашу гиперповерхность, хорошую, комплексную, гладкую, все такое гиперповерхность, вот на такой объект. И, значит, утверждение, которое я постараюсь доказать, что эти два объекта, на самом деле, гомеоморфные. То есть можно любую структуру, какая у нас есть на нашей гиперповерхности, перенести с помощью этого гомеоморфизма вот на эту фазовую тропическую гиперповерхность и там пытаться, значит, вот изучать как-то. Как я сказал, это, значит, все гиперповерхности, они гомеоморфны, конечно же, ну, почти все там надо выкинуть этот дискриминант, но очень большинство из них все одинаковые, поэтому можно, в частности, взять вот такую, и она нас вполне устроит. Так, ну, начнем. Значит, синее ребро. Синее ребро тут, это что такое означает? Значит, мы берем, значит, многочлен, вот этот f синий, там сразу его назначим синим, значит, синий f это у нас 1 плюс x, да? Ничего больше нету. Все остальное выкинули. Ну, прекрасно. Значит, попробуем посмотреть, как выглядит, значит, куомиоба. Вот такого, значит, такого множества. Ну, что это значит? Ну, это можно решить. Что означает, что x равен минус единице. Ну, и какие множества аргументов могут быть у x и y? Аргумент x, аргумент y. Какие возможные пары могут быть? Ну, x, значит, равен минус единице, у него аргумент p, да? То есть, значит, p, а аргумент y, он вообще никак не, как бы, может быть любой, да? То есть, любой. Если бы получилась такая, значит, окружность в нашем Торе, я буду Тор рисовать как от 0 до 2p. Это окружность, у которой фиксированы x и, значит, любой y. Вот такая окружность. Заметьте, что она как бы попараллельно как раз становится вот этой штуке. Но аналогичным образом можно нарисовать желтую штуку здесь. Желтая штука, ну, соответственно, это будет желтая окружность, которая горизонтальная. Ну, и тут, соответственно, тоже будет, значит, такая у нас диагональная окружность. Мы ее так тоже нарисуем как белую. Это, на самом деле, окружность, если вы все посчитаете, это будет x равно y, и x плюс y равно нулю, то есть здесь вот, да? То есть x плюс y равно нулю. Это означает, что у них фазы противоположные. Это как раз вот окружность такая вот диагональная. Значит, переходим к интересному месту. Вот сюда. Вот. 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 Что такое-то? Тут у нас три монома живые. То есть вот если у нас есть эта вершина, это то же самое, что вот этот как бы треугольничек, да? Это двойственную треугольничку. Тут у нас три монома. Один плюс x плюс y равно нулю. Какие множество аргументов возможны у такой штуки? Ну, правильно про это думать, наверное, самый простой образ. Это думать про треугольники. Треугольники, значит, у него есть три вектора. Три комплекса вектора. Один, это вектор, это единица. Другой вектор, это x. Третий вектор, это y. Либо, как бы, треугольник, где у нас один, это y, это x. Ну, и теперь мы попробуем нарисовать, что у нас тут, какие есть варианты. Если вы секундочку позадумаетесь, то сразу станет понятно, что у нас получается в нашем Торе два таких треугольничка. То есть один треугольник, сейчас надо подумать, какой из них. Это от нуля до π, то есть этот вот треугольник, это, мне кажется, вот этот треугольник, а этот треугольник, он дает вот этого треугольника. Вот. Что еще тоже очевидно, что на самом деле, что слой, как бы, грани, которая больше, как он относится к слою, который грани меньше, если он, на самом деле, в него вкладывается, то можно понять путем, как бы, взятия вот этой его, ну, например, почему вкладывается вот эта штука вот сюда. То есть она вкладывается, как такой голубой, голубая окружность. Это голубая, это, соответственно, желтая, ну и белая, она вот белая. Почему он вкладывается? Ну, потому что можно думать про это как? Вот у нас что такое? Это один плюс х равно нулю нулю, да? На самом деле про это надо думать так, что просто мы берем у очень-очень маленьким, да, и понятно, что при, когда берем очень-очень маленьким, то, в конце концов, мы его, как бы, и нету. Хорошо, неправильно сказал. Конечно же, он не вкладывается в куламёбу, но он вкладывается в ее замыкание. Вот так вот, то есть, так скажем, в образ аргумента он не вкладывается, но куламёба — это замыкание образа, поэтому в замыкание он вкладывается. На самом деле в самой куламёбе этих штук нет. Вот ни желтой, ни синей, ни белой штуки здесь нет, а есть только вершины. Вот вершины, они, на самом деле, там есть, и вершины соответствуют таким, так сказать, вырожденным случаям, когда у нас, например, есть один, есть х, который отрицательный, и у тоже отрицательный, вещественный. Это соответствует точке вот этой вот. Ну и последнее, я не знаю, надо рисовать, не надо, я попробую нарисовать эту штуку. Вот здесь вот слой тоже очень поучительный. в секторе. Сейчас. Ну, значит, у меня есть окружность, которая к нему пришла отсюда. По четверти отсекли и тут. Я это уже делал раньше, поэтому мне это не очень сложно. Но, вообще, это какое-то время должно у вас занять. Если хотите, какую-то красивую картинку. Вот наша старая половинка. Тут надо что-то закрасить, что-то закрасить надо вот эти треугольнички. Наблюдение, которое я пытаюсь сформулировать, что, кстати, вот помните, мы поставили такую цифру 2, что-то началась цифра 2, что-то на самом деле две окружности. Если вы хотите нарисовать эту вот окружность, у нас цвета кончились, мы нарисуем ее таким вот волнистым образом. Какой слой над волнистой штукой висит? Над волнистой штукой висит окружность, которая параллельная ей. То есть это такие вот волнистые. Их две, на самом деле, если вы посмотрите. То есть вот эта окружность, это вот эта окружность, а эта окружность, это вот эта окружность. Это значит, как бы двойка, сколько там висит этих окружностей. Наблюдение, которое я хотел заметить, это следующее. Ноут. Значит, если у нас симплекс унимодулярный, то есть если у нас обычные штаны, значит, как выглядит наша куамёба. Куамёба от штанов. Это, как бы, такое дополнение к зонотопу. Надо взять наш штор, TN, и вычесть из него Z. Кто такой Z? Z – это такая сумма Минковского, у которых 0, P, где A – это вершина нашего симплекса. Значит, почему это так? Давайте вот в двумерном случае это объясню. Во-первых, что такое изонотоп? Значит, у нас тут в данном случае это будет сумма такого вектора, такого вектора и вот такого вектора. То есть если брать сумму Минковского этих штук, то получится вот такой шестиугольник. Это всё живёт в таком фторе. И они все будут меньше, чем Пи, ну там от нуля до Пи. Минус минус Пи до Пи. Почему их надо выкинуть? Потому что, смотрите, что у нас получается. У нас получается вот наши вектора, там Z, A, Z, B и так дальше. Это означает, что что? Что не может быть? Не может быть такое вот, если мы посмотрим на их аргументы, на окружности. Значит, у нас какие-то вот аргументы, там A, B и так дальше. Все аргументы не могут лежать на одной половине окружности. Мы не можем замкнуть наш многоугольник. То есть если все аргументы у этих векторов лежат на окружность, в одной половинке, ну не получится замкнуть того многоугольника. И это всё. То есть если как только появились какие-то аргументы такие, что они лежат как бы, что не на одной стороне окружности все, Тогда, ну, как бы легко построить, можно описать просто этот самый многоугольник вокруг окружности, и получится само решение вот этого уравнения. Все это надо выкинуть, а что осталось? Это выкинули, его же тут же опять же выкинули, его же тут же выкинули, и остались как раз вот два треугольничка, таких вот. Так. Давайте я сформулирую теорему. А, что я хотел, забыл сказать. Значит, здесь у нас 4 зонотопа. Посмотрите, у нас их 4. Кто они такие? 4 зонотопа. Почему их 4? Потому что объем вот этого симплекса, который соответствует этому, он равен 4. Зонотопа надо 4. И это понятно, почему так происходит. Потому что, на самом деле, вот эти, как бы, обобщенные штаны, которые определяются уравнением вот здесь, которое у нас будет x плюс y плюс x в квадрате y в кубе равно нулю. Такое уравнение. Такие вот обобщенные штаны. Если вы, значит, это как бы накрытие обыкновенных штанов, четырехлистное на накрытие обыкновенных штанов, которое я объяснял вчера, что надо просто координаты, новые карнаты W дать, ну, вот этим маномам. Однородный, если вы хотите. Так, чтобы все было совсем красиво. Так, ну давайте я сформулирую теорему, которую... Обозрём её как гипотеза Геро. Она сформулировала у него как теорема, вот в его обзоре, да, но про доказательства он сказал, что он не умеет доказывать, значит, поэтому сказал, говорите, это гипотеза моя. Значит, мы её с Кером доказали. Движение следующее, что вот эта вот фазовая тропическая гиперповерхность, она гомеоморфно-комплексная. Давайте я пример сначала расскажу. А, ну, пример общий. Значит, теорема более-менее просто очень сводится к вопросу про штаны только. Потому что мы же видели, что и этот разбивается на штаны, и этот разбивается на штаны. Разбиение у них, как бы, такое функториальное, такой одинаковый абсолютно функтор и туда, и сюда. Значит, если мы докажем, что каждые кусочки гомеоморфные, то всё, более-менее. Про накрытие тоже более-менее понятно, потому что на накрытие они и тут, и тут абсолютно тоже, как бы, коммутативные все эти диаграммки. То есть вопрос сводится чисто про штаны. А, ну, исходя вот от этого теоремы Михалкина, ну, такое обобщенное теоремы Михалкина чуть-чуть про неудомолинуральное разбиение, значит, это сходится всё к штанам. Поэтому надо доказать для штанов. Совершенно не очевидно, что вообще это многообразие, допустим, даже топологическое. Это покажется вам очевидным по размерности 2, или комплектной размерности 1. Что на самом деле очевидно. Давайте рассмотрим пример. Значит, у нас уравнение там 1 плюс x плюс y к репертуру на нулю. Это такая, как мы знаем, проковатая сфера в трёх точках. Это обыкновенные штаны. Что такое тропические штаны? Тропические фазовые штаны – это, значит, у нас есть наша тропическая прямая. Что у нас тут сидит? Значит, тут у нас сидит окружность над каждой точкой, поэтому мы рисуем, как цилиндр такой получился. Тут тоже такой цилиндр. И тут цилиндр. Эти три цилиндра, они встречаются в Куомьёбе над вершиной, которая, ну, как бы мы видели два треугольничка таких. Ну, это я их нарисую, как один треугольничек такой. Ну, и один треугольничек, как бы такой сзади, его не очень хорошо видно. Очевидно, да? Взяли два треугольника, склеили по трём вершинам и, значит, к трём дыркам приклеили три штанины. То же самое. Ну, как бы есть одно преимущество, конечно, что тут такие прямые штаны, глаженные, а тут, как бы, мятые. Значит, в размерности следующей это уже становится не так всё просто. А попробую сначала нарисовать Куомьёбу для двумерных штанов. Значит, опять, значит, x плюс y плюс z с w равно нулю. Ну, я опять нарисую в кубике от нуля до двух пи. Значит, ну, вот это надо уже... Ну, это, видимо, последняя размерность, в которой вообще что-либо можно нарисовать. Потому так... И уже достаточно непросто. Так, ну вот. Кубик для красоты пока разбил такими параллельными напополам. Там, значит, у меня есть какой-то... Значит, я попытаюсь. Здесь у нас на гранях видели, у нас будет обыкновенные такие одномерные Куомьёбы. А тут у нас такая хитрость. Вот отсюда и сребро сюда. И здесь, значит, такой получается, как бы квадрат внутри лежит. Не знаю, вообще-то что-либо понятно или нет. Трудно, да, что-то понять? Ну, у меня какая-то красивая картинка есть в нашем тексте с Кером. Давайте там посмотреть. Идея такая, что это как раз пересечение, вот можно так про это сказать, что это не пересечение, извиняюсь, обеднение. Значит, надо взять обыкновенную одномерную Куомьёбу, это два треугольника, умножить ее на окружность в этом направлении. Такой цилиндр получается, две призмы треугольные. Две призмы сверху такие же, и две призмы сбоку. Вот их объединение, это вот, собственно, что получается. Почему это уже сразу становится сложно? Потому что тут у нас все было прекрасно в том плане, что у нас Куомьёба сама была размерности 2. То есть вот она уже, вот она сама по себе уже кусок многообразия. Здесь она имеет размерность 3. Многообразие должно быть четырехмерное. И вот, значит, непонятно, почему вообще это многообразие. Вот. Значит, я попытаюсь объяснить идею, как бы сказать, доказательства. А, возвращаясь к вопросу, вот, то, что я тут писал, как это все обобщить, обобщить на случай не гиперповерхности, значит, ну, тут сразу возникает сложность. Значит, кто такая, даже для кривых, допустим, берем кривую в пространстве, вашу любимую, не знаю, скрученную кубику, да? Ну, скрученная кубика это такая, да, ну, не важно, какую-то простую, достаточно кривую в пространстве. Что такое йо-куа-мёба? Что посадить? Ну, не важно, какая-то вот скрученная кубика, ну, допустим, даже еще проще, просто какие-то, какая-то прямая вообще пространство, она выглядит, у нее как бы тропическая, тропическая прямая в пространстве, ну, может быть, вот такой, допустим. она может быть, как иметь две вершины, может иметь одну четырехвалентную вершину. Вопрос, значит, что посадить вот сюда? Тут мы вроде как бы саморешили найти... на ребра мы выяснили, что надо сажать вот окружности, то есть тут такие, значит, окружности, такие цилиндры сюда приходят, значит, четыре цилиндра, ну, вроде как, мы знаем, что такое тропическая, что такое вообще комплексная прямая в цесо-заведочке и в кубе, да, это сфера с четырьмя проколами, да, но четыре прокола, это уже как бы, это как это называется-то, их много разных бывает, да, то есть там это, как называется-то, двойное, двойное отношение, да, то есть там, и какую из них взять, это выбор какой-то, вот надо думать, какая самая лучшая, казалось бы, такой более, наиболее симметричный надо взять, который такой, который проколы в вершинах, так, тетраяда, скажем, да, в какой-то метрике, тогда непонятно, что делать с пятью проколами, да, то есть это уже, ну, в общем, короче, вот вопрос для обсуждения, если хотите. Что посадить сюда, чтобы получились штаны? Ну, не штаны, а сфера с четырьмя проколами, такие обобщенные штаны. Так, ну, это, как сказать, не в тему немножко. Идея доказательства. доказательства состоит в следующем, что мы настройку амебу, мы ее разбили на кусочки, назовем это октаэдр. значит, мы ее разбили такими гиперплоскостями, тета-и минус тета-ж гиперплоскостями, Значит, как это выглядит? Ну, давайте мы начнем с примера одномерного. у нас тут два треугольника. Ну, этот уже как бы у нас разбит, этот разбит. Еще у нас вот такое разбиение, которое диагональное, когда у нас тета-х минус тета-у. то есть мы разбили нашу амебу на самом деле на два треугольника здесь получилось. Вот это один назовем, два. И теперь, что мы хотим сделать? Значит, мы теперь хотим значит, это нам дает разбиение нашей амебы. значит, еще мы его еще разбили как оно выходит на границу. То есть у нас есть еще, короче, два параметра. Значит, сигма, это обозначает клетка в таком разбиении. Ну, как-то назовем его октохидрол. плохой буквы. Октохидрол. Еще у нас есть индекс j, который нам говорит на границе, где мы находимся на границе. То есть, если мы на границе, то, значит, этот j это подмножество нуля до n. Например, здесь j равно 0,1. То есть, мы выкинули двойку. Это 0, 1 и 2. Если мы на какой-то грани, значит, вот. То есть, значит, наша... и теперь мы говорим, что это нам дает тратификацию треугольника j, а σ нам дает как бы саморазбиение нашего тора. То есть, мы сделали, саморазбили наш треугольник, который умножить на тор, разбили на кусочки. Она, значит, параметризуется вот этими, значит, клетками σ и j. По параме такими. И теперь мы просто ограничиваем вот наши оба пространства, вот тут они написаны оба, а, ну, для штанов, только, на соответствующие страты трактового разбиения. И σJ, это как-то обозначить ее надо, эту штуку. Ну, вот, ограничения либо pair of pens, или какие-то такие компактифицированные, либо просто pair of pens, комплексные на вот эти вот утверждение, что это теорема. Это, собственно, главное утверждение. Это регулярный набор этих вот клеток, открытых четырех штук. Это, значит, регулярный клеточный комплект. Оба. си для одного, а этого и этого пси. То есть фи для этого, а пси для этого. Два регулярных cw-комплекса, это, значит, изоморфные, очевидно, значит, гагомиоморфные. Значит, утверждение, которое надо доказать, несколько про шары. Почему это регулярный комплекс? Давайте я картинку нарисую на самом деле сначала. Одномерно, видимо, скажу пару слов на следующий раз тогда еще. Значит, как этот выглядит в одномерном случае? Предпример. Вот у меня есть штаны. Двое штанов. Одни глаженные, другие мятые. И тут такие глаженные штаны. Что это такое за разбиение? Давайте на максимальные клетки посмотрим. Максимальные клетки, значит, ну, во-первых, J должно быть все, это внутренность нашего этого треугольника. И Сигма должно быть ну, их два мы видели тут два треугольника. Вообще, в данном случае Сигма их на самом деле всего два типа. Это максимальная Сигма, то есть Сигма-1, Сигма-2 и это вершины одномерных Сигм нету тут одномерных клеток. Вообще, их никогда нету. То есть у нас есть два треугольника и три вершины, то есть пять клеток. Сигма и J, соответственно, сколько у нас есть треугольник, внутренность треугольника и три его грани. Значит, ну, вот как-то это все как оно разбилось, давайте я пытаюсь нарисовать. На самом деле, если посмотреть, вот верхний треугольник, его прообраз будет, то есть надо штаны просто взять вдоль разрезать, красным то есть так вдоль разрезаем вдоль трех этих штук и берем половинку этих штанов. Понятно, что делать? Беру штаны, так как бы горизонтально их разрезаю на кусочки. То есть эта клетка это такая как бы красная клетка это такой шестиугольник. Ну, и здесь то же самое делаю. То есть здесь просто клетка выглядит не как это само шестиугольник как такая штука. Ну, и понятно, что это шар. Ну, и самозамыкание его тоже шар. Регулярно это значит, что замыкание клетки это самозамыканный шар. Вот. Тут очевидно все. В размере 3 давайте я скажу красивую гипотезу. Кто любит многогранники это такой будущий многогранник, мне кажется. Значит, эта клетка, да, то есть у нас есть этот вот, как сказать, называется это так же сигма джей, это такая как бы множество этих штук, это такая самая решетка, то есть это пассет, но это специального вида решетка, это решетка. То есть по отношению кто в чем, кто включает во что. Значит, и гипотеза такая, что эта штука сигма джей, такие, что они грани какой-то одной решетки, одного элемента этого пассета, то есть набор таких множества сигма джей, таких, что штука, это грани многогранника. Ну вот в данном случае я просто скажу одну минуту и у меня осталось. Это шестиугольник вот в данном случае. Размерности n равно 3 на самом деле это какая-то уже работа, я провел там исследование. Это будет размерности 4 и уже берем самую большую клетку. По размерности 4 значит, там я нашел двойственный многогранник. Двойственный многогранник это как бы он называется P 35 что-то в таком духе. Там это значит простой многогранник с 8 вершинами. Они классифицированы. Вот этот 35 и всего 37 значит вот этот 35 ну наверное установлю здесь я пару слов скажу в следующий раз и перейду уже к приложениям. Спасибо. -проф 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 Продолжение следует...